Сальман Аль-Фариси. Сальман – это наш соотечественник и сподвижник. Мухаммад, салляллаху алейхи ва салям. Наш рассказ – это история человека, который постоянно стремился к истине и искал Бога. Это история Сальмана Аль-Фариси, да будет доволен им Аллах. Предоставим же слово самому Сальману с тем, чтобы он лично изложил основные события своей истории. В этом плане именно его чувства наиболее глубоки, а личный рассказ наиболее точен и правдив. Итак, Сальман рассказывал. «Я был юношей, персом, родом из провинции Азбаган и родился в деревне, которая называлась Джайян. Мой отец был старостой этой деревни, самым знатным и богатым человеком в ней. Когда я появился на свет, мой отец возлюбил меня больше, чем любое другое творение Аллаха. С течением времени его любовь ко мне становилась все сильнее и глубже. Пока в конце концов он не закрыл меня в доме, не выпуская на улицу, подобно тому, как это делают с молодыми девушками. Я был настолько усердным огнепоклонником, что стал хранителем священного огня, которому мы поклонялись. Мне было поручено следить за тем, чтобы этот огонь никогда не угасал. Даже на короткое время. Ни днем, ни ночью. У моего отца было огромное богатое поместье, которым он управлял лично и собирал урожай. Как-то раз какое-то дело не позволило ему отправиться в свое имение, и он сказал мне, «Сынок, как ты видишь, дела не позволяют мне самому заниматься поместьем, поэтому отправляйся-ка ты туда сам и один день сам займись его делами». Я немедленно выступил в путь. Через некоторое время по дороге в имение я увидел одну из христианских церквей. Проезжая мимо, я услышал голоса молящихся там людей, что привлекло мое внимание. До этого я ничего не знал о христианах, ни о представителях других религий, потому что отец долгое время держал меня дома в заперти вдали от людей. Услышав голоса молящихся в церкви, я вошел в нее, чтобы посмотреть, что они там делают. Понаблюдав за присутствовавшими, я понял, что их молитва мне понравилась, и я захотел принять их веру. Я сказал, клянусь Аллахом, это лучше нашей религии. Я пробыл в церкви, пока не зашло солнце, так и не добравшись до отцовского имения. Потом я спросил этих людей, где корень вашей религии? В Ашшаме, ответили они. Под покровом ночи я вернулся домой, где меня встретил отец и спросил, что я сделал. Я ответил ему, о, отец, я зашел к людям, которые в это время молились в своей церкви. То, что я увидел в их религии, мне очень понравилось, и я остался у них, пока не закатилось солнце. Отец, весьма обеспокоенный тем, что я сделал, воскликнул. Сынок, да нет в этой религии добра. Твоя религия и религия твоих предков гораздо лучше. Я возразил отцу. А вот и нет. Клянусь Аллахом, их религия лучше нашей. Отец испугался моих слов. Опасаясь, что я стану вероотступником, он заточил меня в доме, надев на ноги кандалы. При первой удобной возможности я попросил передать христианам, если мимо вас будет проходить караван в Ашрам, то обязательно дайте мне знать об этом. Совсем скоро после этого у христиан остановился караван, который держал путь в Ашрам. Получив сообщение об этом, мне удалось избавиться от кандалов и скрытно присоединиться к каравану, который прибыл в Ашрам. Я тут же начал расспрашивать людей, кто у вас здесь самый главный в этой религии? «Это епископ», — ответили мне, — «настоятель церкви». Придя к епископу, я сказал, «Я хочу обратиться в христианскую веру. Мне хотелось бы быть при тебе, служить тебе, учиться у тебя и молиться с тобой». «Входи», — сказал епископ. Я вошел к нему и поступил на службу. Однако очень скоро выяснилось, что епископ оказался плохим человеком. Он приказывал своим прихожанам делать пожертвования, обещая за это награду. Часть пожертвований делалось епископу, чтобы он тратил эти средства во имя Бога. Однако он присваивал эти деньги себе, а бедные и нуждающиеся ничего не получали. Таким образом, ему удалось собрать семь больших кувшинов с золотом. Увидев это, я сильнейшим образом возненавидел епископа. После его смерти, когда христиане собрались для похорон, я сказал им, «Ваш пастырь был плохим человеком. Он приказывал вам делать пожертвования, обещая за это награду. А когда вы приходили с деньгами, он присваивал их себе и ничего не давал нуждающимся». «А откуда тебе это известно?» спросили люди. «Я могу показать вам его сокровища», ответил я. «Да, покажи их нам», сказали люди. Я показал им место, где епископ прятал деньги, и они извлекли из тайника семь кувшинов, наполненных золотом и серебром. Увидев это, люди воскликнули, «Клянемся Аллахом, мы не будем его хоронить». Затем они распяли его тело на кресте и забросали его камнями. Вскоре после этого епископом был избран другой человек, которому я продолжал служить. Во всем мире не было более аскетичного, набожного и целеустремленного человека, который днем и ночью поклонялся Богу. Я очень сильно полюбил его и привязался к нему, служа ему некоторое время. Когда ему пришло время умирать, я обратился к нему. «О, Ваше Преосвященство, с кем Вы мне посоветуете быть после Вас?» Он ответил, «Дело в том, сын мой, что таким же, как я, может быть только один человек, который проживает сейчас в Масуле. Это несгибаемый и непоколебимый человек. Постарайся попасть к нему». Когда мой хозяин умер, я поступил на службу к человеку из Масула. Придя к нему, я рассказал свою историю, дополнив ее следующими словами. «Когда мой хозяин скончался, я по его завету пришел к тебе. Перед своей смертью хозяин сказал мне, что ты всегда стремишься к истине, подобно ему. Он сказал мне, «Оставайся у меня». Через некоторое время я убедился, что это наилучший человек. Однако довольно скоро мой новый хозяин умер. Перед смертью я спросил его, «О, хозяин, как ты видишь, пришло время выполнить повеление Бога. Ты знаешь обо мне то, что ты знаешь. Кому же ты порекомендуешь меня и к кому прикажешь поступить на службу?» Он ответил мне, «О, сын мой, клянусь Богом, я знаю только одного человека, подобного нам. Он живет в Нас-Сыбине. И вот тебе его имя. Иди к нему. Когда мой хозяин скончался, я поступил на службу к человеку из Нас-Сыбина. Когда я рассказал ему свою историю и то, что завещал мне прежний хозяин, он сказал мне, «Оставайся у нас». Через некоторое время я обнаружил, что новый хозяин такой же добрый и порядочный человек, как и его предшественники. Клянусь Аллахом, что прошло совсем немного времени, как смерть настигла моего нового хозяина. Перед самой кончиной я обратился к нему. «Ты знаешь обо мне то, что знаешь. Кому ты можешь порекомендовать меня?» Он ответил мне, «О, сын мой, клянусь Богом, никто так не предан нашему делу, как один человек из Аммуррии и зовут его так-то и так-то. Иди служить к нему». Я пришел к этому человеку и рассказал о себе. Он сказал мне, «Живи у меня». «Клянусь Аллахом, послужив этому человеку, я убедился, что он ничуть не хуже своих товарищей. У него я заработал несколько коров и овец. Однако через некоторое время ему, как и всем его товарищам, пришло время предстать перед Аллахом. Когда он был при смерти, я спросил ему, «Ты знаешь обо мне то, что ты знаешь? Кому ты порекомендуешь меня и что прикажешь мне сделать?» Он ответил, «О, сын мой, клянусь Богом, я не знаю никого на земле, кто был бы подобно нам, истинным приверженцем нашей веры. Однако наступило время появления в Аравии пророка, проповедника религии Ибрахима. Затем он покинет свою родину и переселится туда, где среди черных камней и валунов растут пальмы. Этот пророк будет обладать отличительными чертами. Он будет есть только то, что дарят ему, а из пожертвований ничего есть не станет. На спине у него будет печать пророчества, «Если ты можешь отправиться в эту страну, то сделай это». После смерти моего хозяина я жил в Аммурии до тех пор, пока туда не прибыла группа арабских купцов из племени Кальб. Я сказал им, «Если вы возьмете меня с собой на землю арабов, то я отдам вам своих коров и овец». Они согласились взять меня с собой, и я отдал им весь свой скот. Когда мы достигли долины, лежащей между Мединой и Аш-Шамом, торговцы вероломно поступили со мной, продав одному человеку из иудеев. Я начал служить ему и делал это до тех пор, пока иудею не пришел его племянник из племени Бануку-Рейза. Он купил меня у хозяина и взял с собой в Ясреб. Здесь я увидел пальмы на каменной вулканической местности, о которой мне рассказывал мой хозяин в Аммурии. Медину я также узнал по его описанию, где обосновался с новым хозяином. В то время пророк проповедовал среди своего народа в Мекке, однако тогда мне ничего не было известно об этом, так как я был всецело занят тяжелым рабским трудом. Вскоре посланник, да благословит его Аллах и приветствует, переселился в Ясреб. Клянусь Аллахом, как-то раз я залез на верхушку пальмы, принадлежащей моему хозяину, и срывал финики. А мой господин сидел под пальмой внизу. В это время к нему пришел его племянник и сказал ему, да погубит Аллах племена Аус и Хазрач. Их люди сейчас собрались на площади с человеком, который прибыл к ним сегодня из Мекки и объявил себя пророком. Едва я услышал эти слова, как меня охватило нечто вроде лихорадки и сильнейшее возбуждение. Я даже испугался, что свалюсь на голову своего хозяина. Быстро спустившись с пальмы, я обратился к племяннику хозяина. Что ты сказал? Повтори еще раз эту новость. Разгневавшись на такую дерзость, хозяин крепко ударил меня со словами. А тебе-то какое дело до этого? Возвращайся и занимайся своим делом. Когда наступил вечер, я взял с собой немного собранных мной фиников и отправился к дому, где остановился посланник. Войдя к нему, я сказал, мне сказали, что ты праведный человек и у тебя есть нуждающиеся товарищи, которые пришли с тобой издалека. Я принес с собой немного еды в качестве пожертвования, так как считаю вас более достойными этого, чем кто-либо другой. Затем я пододвинул к нему финики. Он сказал своим товарищам ешьте. Однако сам есть не стал. Я сказал себе, одно предсказание сбылось. После этого я вернулся к хозяину и стал собирать финики. Когда посланник поселился в Медине, я вновь пришел к нему и сказал, я видел, что ты не стал есть финики, которые я принес в качестве пожертвования. А эти финики я дарю тебе, выражая свое почтение. Посланник поел фиников и повелел поесть своим товарищам, которые также их вкусили. Я сказал себе, вот сбылось и второе предсказание. После этого я пришел к посланнику Аллаха, который находился на кладбище Аль-Ба-Киа, чтобы похоронить одного из своих товарищей. Я увидел его сидящим и завернутым в два плаща. Поздоровавшись с ним, я постарался взглянуть на его спину, чтобы увидеть печать, о которой рассказывал мне мой старый хозяин в Аммурии. Когда пророк увидел, что я пытаюсь взглянуть на его спину, то сразу понял, зачем я это делаю. Он сразу же сбросил с плеч свое одеяние, и я увидел на его спине печать пророчества. Признав его пророком, я со слезами склонился, чтобы поцеловать его. Посланник Аллаха воскликнул, что с тобой случилось? Я рассказал ему свою историю, которая произвела на него сильное впечатление. Он был рад тому, что его товарищи лично услышали ее от меня, которым она также очень понравилась. От моего рассказа все они пришли в сильнейший восторг. Да будет же неспослан мир Сальману Аль-Фарисе в тот день, когда он узнал эту истину и сильнейшим образом уверовал в нее. Да будет же неспослан ему мир в тот день, когда он скончался и в тот день, когда он воскреснет живым.